Всем привет! А кто помнит, я нахожусь на Краснодарском крае, в Новом Михайловке. И нас после трех дней отдыха попросили покинуть турбазу, про которую я вам говорила, потому что она закрывается. И вот сегодня такая погода, немножко пасмурная. Мы сейчас ждем, если распогодится, то мы заселимся в другой отель и еще немножко потусим. Если нет, то поедем домой. Я думаю, что погода будет тому, что прогноз обещающий. Вот такое оно сегодня наше море. Если вы заметили, нос у меня уже красный, вся я такая сильно подзагорелая. Но сегодня немножко пасмурно, но стало вот, стало чуть лучше. Итак, друзья мои, мы нашли место, где проживем еще два дня. Вот температура повысилась, облачка развеялись. И вот такой, знаете, тихий ужас. Никого! Учитывая, что у нас всю жизнь, всю жизнь здесь просто негде разъехаться, не то что там пройти, тем более нельзя. И вот мы заселились в гостиницу. Сейчас я подойду. Гостиница называется Кубань. Вон она, она с коричневой крышей. И сейчас мы пойдем заселяться. А там море. Итак, мы поднялись. Вот отсюда мы подошли. И это, это, это место, где мы еще два дня будем жить. Наш номер. Вот это место, где можно посидеть. Поговорить, если не наговорились. И вот, вот такое количество людей здесь на пляже. Пляж немножко подальше, чем наш. Ну вот, сейчас мы пойдем захорать дальше. Обгорать, так сказать. Есть место и дальше, второй этаж, но мы туда не пойдем. Это наш огромный номер. Да, пошли. И так, друзья, это река Нечипсуха, которая в этом сезоне достаточно полноводна. Она впадает в Черное море. Ну, сразу еще хочу вернуться к теме питания и сказать, что, наверное, все-таки дешевле отдыхать полупансионом или полным пансионом. То есть, чтобы питание входило в проживание. Иначе все достаточно дорого обходится это. Или тебе надо где-нибудь метаться и искать. Вот. Ну, что могу сказать. Давайте немножко поговорим про историю этого края. Сейчас, минуточку. Вот здесь до сих пор катаются на корабликах. А про историю я вот сейчас зашла в Википедию и выяснила, что город Новомихайловский, это не копия, что ли, то есть это средневековый город был когда-то. Что здесь еще можно встретить развалины бывшей крепости. А потом, то есть это в средневековье не Кополус, по-моему, этот город назывался, а потом, когда в более поздние века, тут название города было «Черная крепость». Вот. Ну, не знаю, где она черная, где она белая. Вообще, вот турбаза наша приморская, по-моему, вот она как раз и там славится какими-то своими историческими моментами и событиями. Ну, а мы сейчас на улице 4 часа вечера. Вот, видите, сколько тут мусора валяется. Еще, видимо, не прибрались, ничего. Вот тут недалеко есть пятерочка, в которой мы теперь будем, видимо, питаться. Оставшихся полтора дня. И мы идем в саму Новомихайловку, где живут простые жители, а не отдыхающие. Вот такая вот интересная вещь. Вот голь на выдумке хитра, ребят. Сделал металлическую форму, наложил сюда камней, и будет тебе счастье. Да еще вот эти вот кактусы, или как это растут тут, у них еще и хватает на это сил, и не дохнут за все лето, не высыхают. Ну, молодцы. Итак, мы сейчас переходим через мост Нечипсуху. Когда-то, когда-то тут было очень сильное течение у реки, вернее всего, наводнение, что у нас в последнее время очень часто. И, насколько я понимаю, несколько мостов снесло. И вот сейчас их гораздо выше поставили. И там, в которые мы шли, как-то в предыдущем видео, вы тоже это видите, там тоже мост стал гораздо выше. Но, но, но... Раньше мостов было больше. А половина снесло, и теперь поэтому не хватает. То есть, сами понимаете, что... Но Михайловка разделена на две части. Вот тут вот такая, более курортная, а тут уже, ну, тоже есть курортные всякие коттеджи, все отельчики, вот, но все-таки здесь уже живут люди, частный сектор, и все, кто тут проживает, местные жители. И вот, вот эти две части разделены рекой, и всего два моста. Это очень мало. Ну, если на той стороне одни отели, и практически ничего не меняется, их только становится больше, то здесь вот видны уже элементы благоустройства. Вот, типа, набережные вдоль реки, не чепсуха. Вот, обратите внимание, дети ходят в куртках, а мы голые, купаемся в море. Вот что значит местные жители. Вот это вот такой небольшой парк, который переходит в Дом культуры, и тут же рядом школа. Больше всего меня, ну, Михайловки, мы сейчас вот приближаемся к центральной улице, поражают, это вот, понимаете, вот эти надстройки. То есть из балконов делают комнаты капитальные, и потом, видимо, сдают. Мы вышли на центральную улицу, здесь вот всегда текла вода, сейчас вот сделали вот так вот для ливневой канализации сделали как-то ну, более прилично, пускай уж она лучше так течет в эту речку. Вот, опять хочу заметить, вот видите, балкончики, но эти еще прилично, а есть балконы, которые просто вместо балконов уже пристройки капитальные к домам, которые сдаются. Ну, у нас бы такого никто не позволил. А, это дом! А, еще хочу заметить, что как-то лет восемь назад я приехал когда в Новую Михайловку, и мне не хватило книжки. я решили мы сюда сходить и купить хоть что-нибудь, чтобы я могла почитать, пока загораю. Ну, так вот, заметьте, что здесь единственный книжный магазин, который мы еле нашли, в которых было десяток книжек, ну, слава богу, я выбрала то, которое мне в общем-то и понравилось, но дело в том, что как-то тут видимо не очень сильно читают, но может быть сейчас все по-другому, не знаю. еще заметить хочу, что комаров здесь нет, здесь почему-то комары не водятся, видите, вот, вот, интересно, видите, Новомихайловский музей кубанской истории. Только я вам рассказывала про 1864 года возведена станица Новомихайловка, а в 1966 переименована в поселок Новомихайловский. А мы идем в сторону магазина, хочу такой плюс сказать, что как-то тоже мы тут были, и мой отец, которому очень нужна какая-то была запчасть для велосипеда, а у него велосипед, электровелосипед, и он нигде не мог ее купить. И мы, то есть в Москве и в Подмосковье он купить этого не мог. И вот когда мы приехали в Новомихайловку, мы зашли в маленький неприметный магазинчик и купили тут все, что он хотел. Поэтому сейчас мы идем туда. Обратите внимание, что вот буквально насколько ценится сильно, вот обратите внимание, вот дом, видите, а это балкон. Так вот это вот балкон, там наверняка сдают что-то, а земля вот настолько ценится. Каждый клочок земли создается отдыхающим, потому что тут-то в принципе ничего нету, кроме климата, и люди делают бизнес на всем. Вот видите, кто-то даже что-то продает. Вот, еще про виноград могу сказать, что виноград, вот он тут вот есть в частном секторе, но в основном его выращивают в горах, потому что говорят, когда тут зимой ветра, и все идет, все, вот видите, вот он тут, а это даже не виноград, вот, ну там есть наверняка виноград, вот, но когда ветра, то виноград вымерзает, и поэтому его выращивают, ну, больших, видимо, в вариантах только в горах. Вот это вот каштан, ой, не, не каштан, а грецкий орех, насколько я помню. А сейчас мы вышли вот на трассу, на ту самую трассу, по которой мы ехали, когда приезжали сюда, и видите, вот, продается дома, не знаю, ну, хороший дом, просто любопытно, сколько здесь стоят дома. А так, вот эта трасса, которая проходит дальше, до Сочи, и бедные жители, которые здесь живут, поэтому они тут все и распродают. Это районная больница, и вот тут вот находится банкомат, я помню, что мы когда-то пытались найти банкомат здесь, сто лет назад, потому что их тут нет. и вот судя по машинам и людям, которые ждут, до сих пор это, наверное, один, ну, один он, или их много, не знаю, ну, банкоматов, в общем, короче, люди пользуются банкоматом одним, на все, Михайлов, плюс отдыхающий, это ж ужас какой. Ну, друзья мои, в общем, мы попытались дойти до этого магазина, мы до него дошли, про который я сейчас говорил, но он не работает, и сейчас мы отправились назад, вниз, ну, то есть, по прямой, и выйдем к яхтку, клубу Торнадо, который я тоже вам показывала, ну, если бы меня спросили, хочу ли я жить здесь где-нибудь на Черноморском побережье, ну, или конкретно в Новом Михайловке, я бы сказала нет, ну, недельку отдохнуть, ну, даже две для меня уже много, вот как бы сегодня уже третий день заканчивается, завтра мы еще один денек здесь потусим, и все, и домой, и хорош, ну, на этом закругляюсь, это задворки Новом Михайловки, причем не самые плохие, всем пока!